Крещение Руси 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 Современники отметили, что ради объединения Руси Владимир даже изменил собственный уклад жизни. Если раньше это был кровавый многоженец, любящий пиры и масштабные военные действия, то после принятия веры он стал скромным, смиренным христианином. Вслед за князем в Днепре крестилась вся дружина, а затем и народ. Людям не пришлось отказываться от своей прежней веры. Еще несколько веков после крещения многие из них продолжали следовать языческим традициям и обращать внимание на суеверие. Дело в том, что народ не сразу понял, в чем прелесть нового вероисповедания. Свет нового учения открылся людям гораздо позже. Тем временем сам князь Владимир стал лично заниматься распространением христианства на территории своего огромного государства. Он сам крестил людей на подвластных землях, строил церкви и назначал духовных представителей. Принятие христианства идеологически закрепило единство древнерусского государства, наряду с этим Русь получила славянскую письменность и возможность осваивать достижения византийской культуры. Крепли и ширились международные связи. Всего за 20 лет князю Владимиру удалось создать великое наследие и построить новую Русь. Продолжение следует... Продолжение следует...